Здравствуйте! В эфире новости на канале Хабар 24. В студии Жанна Ситхан. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. К этому часу число инфицированных в нашей стране достигло 294 человек. Больше всего заболевших коронавирусом по-прежнему в Нур-Султане 167 человек, в Алматы 73 зараженных, в Атраусской области 12 случаев, по 7 в Карагандинской и Алматинской областях. На сегодняшний день от коронавируса в Казахстане умер один человек, выздоровели 20 казахстанцев. Из общего числа зараженных в 68 случаях вирус завезен извне. 123 человека инфицированы контактным путем с инфицированными. 103 местных случая, по которым невозможно определить способ заражения. Эфир продолжит брифинг на площадке службы центральных коммуникаций. Тема к этому часу – ответственность за нарушение карантинного режима. Я передаю слово коллегам. Казахстан Республикасының әдлет министры Марат Бекетаев, және Казахстан Республикасының әдлет министрлігінің заңнама департаментінің директоры Олжас Данабеков баяндама жасайды. Марат Бақшанылы сөз түсігін өзіңізде. Марат Бақшанылы сөз түсігін өзіңізде. Марат Бақшанылықтай орындасақ, олардың тейінділігі артады. Бұл арене мәжбүрлер, бірақ қажетті және уақытша шаралар. Сондықтан, азаматарымызды осы жаңа міндеттерді жауіпкершілігімен орындауға шақырамыз. Добрый день, участники брифинга. Сьогоднішнего дня в нескольких городах Казахстана усиливается режим карантина. Сіздіңізде. всех жителей этих городов, с пониманием к этому отнестись и выполнять все требования с большой ответственностью. Хотел бы также уточнить, что санкции административные, уголовные, они прежде всего выполняют основную функцию, это превентивную функцию. Они должны мотивировать людей не нарушать закон. Штрафы, которые налагаются, они не имеют основной целью наполнения бюджета. Налоги достаточны для того, чтобы наполнить бюджет. И полицейские, они не ставят для себя основную цель арестовать всех возможных нарушителей. Их главная цель – это предотвращение нарушений, разъяснение, объяснение. И надо помогать полицейским в этой их непростой работе. Если вы собираетесь покинуть свое жилище с какой-то определенной целью, нужно подготовиться, желательно подготовиться и спокойно, обстоятельно объяснить полицейским, куда и с какой целью вы следуете. Если у вас при этом имеются документы, подтверждающие ваше перемещение по городу, это также облегчит работу полицейских. Спасибо. Спасибо, Мурат Бакчанович. К нам поступили вопросы от представителей средств массовой информации. Позвольте задать их. Первый вопрос. Что будет, если остановили полицейские, а у гражданина на руках нет документов, подтверждающих трудовые отношения? К примеру, не успели подготовить. Его накажут? В этом случае самое главное сохранять спокойствие. Не надо спорить, не надо скандалить. Надо попытаться спокойно, обстоятельно объяснить, куда и с какой целью вы следуете. Если, например, вы следуете на работу, можно предложить предоставить номер телефона работодателя или кадровой службы, и полицейские вполне возможно согласиться перепроверить, уточнить необходимую вашу информацию. Ну, естественно, у него могут быть сомнения, не позвонили ли вы своему другу. И, естественно, он не должен брать в руки ваш мобильный телефон. Надо предоставить ему номер телефона вашей кадровой службы, вашего работодателя. Если сомнения остаются и составляется протокол, не надо делать из этого трагедию. Нарушение карантинного режима – это такое правонарушение, которое обязательно рассматривается в суде. Пусть дистанционно, но рассматривается в суде. Необходимо уточнить сразу у полицейского, в каком суде будет рассматриваться это административное дело, и уже в суд представить свои аргументы, доказательства дополнительные. На это будет дополнительное время. Суд примет решение, учитывая все обстоятельства конкретного дела. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от журналиста 31 канала Зарина Беремкул. Первый вопрос. Какая ответственность предусматривается для должностных лиц, если они потворствуют на решение карантина? Например, полицейские, которые пропускают людей на блокпостах. Я отвечу на этот вопрос. Надо понимать, какими фактами и на какие обстоятельства обращает внимание полицейский, когда он принимает то или иное решение. Вполне возможно, он проверил все документы и вполне правомерно пропустил людей, допустил пересечение блокпоста конкретными физическими лицами. Поэтому я рекомендовал бы не делать скорых обобщений, но если говорить о каких-то нарушениях со стороны должностных лиц, и эти нарушения будут доказаны, тогда, естественно, эти должностные лица будут привлечены к соответствующей ответственности. Например, если... Ну, я теоретический пример могу привести. Если вдруг кто-то из должностных лиц пропустил человека через блокпост за взятку, это коррупционное правонарушение, оно должным образом должно быть наказано. Второй вопрос от Зарены Беремкул. Есть ли разница в мире ответственности между организаторами массовых собраний и участниками, например, когда до сих пор проводят тои и празднования? Диспозиция статьи 476 административного кодекса об административных правонарушениях, она не предполагает квалифицирующего призника как организации нарушения. То есть это может быть и организатор тои, а также участник тои, они несут равную ответственность за нарушение карантина. Это штраф 26 тысяч тенге, либо арест до 15 суток. Конечно, суд может принимать разные обстоятельства во внимание и различные меры санкции применять к различным правонарушителям. И последний вопрос от журналиста 31 канала. Как Вы оцениваете угрозы в адрес казахстанцев, у которых подтвержден коронавирус? Будут ли применены какие-либо меры? Да, угроза, если она доказана, если она сделана посредством средств связи, либо в публичном пространстве, это уголовно наказуемое деяние, соответствующим образом расследуется и привлекается к ответственности нарушителей. Марат Бакаджанович, благодарим Вас за предоставленный ответ. Следующий вопрос от Татьяны Ковалевой. Законки из-за этого. Могут ли люди выходить подышать воздухом во двор многоэтажных домов? Могут ли люди ездить на рынок, например, за мясом, которое продуктов в магазине возле дома не купить? Или в большие супермаркеты за другими необходимыми товарами? Как Вы знаете, определенные конкретные основания для выхода из дома, в том числе это приобретение продуктов. Но рекомендуется все-таки приобретать продукты с ближайших магазинов, которые находятся возле Вашего дома, в целях исключения риска заражения. Но, конечно, если необходимость у Вас имеется, выезда, как говорится, в продовольственные рынки, можно будет выехать. Но соблюдение мер предосторожности – это иметь слезозащиты, одевать маски, перчатки, чтобы обезопасить себя и окружающих. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. В СМИ пишут, что разрешается гулять с домашним животным в непосредственной близости от своего дома. Как понимать слово «непосредственная близость»? Кто будет это контролировать? А если гражданин уйдет гулять в другой жилой комплекс, его накажут? Непосредственная близость – это не юридический термин. В разных городах могут использоваться разные расстояния. Например, Акимата Алматы, город Алматы, он для правоприменителя определил условное расстояние в 500 метров. Естественно, в разных ситуациях могут применяться разные расстояния. Это все, конечно же, на усмотрение суда. Мы считаем, что в этом конкретном случае нужно руководствоваться разумным расстоянием, если, естественно, все жилые дома очень скучно находятся, и необходимо отойти на определенное большее расстояние, допустим, 600 метров. Конечно же, суд учтет эти обстоятельства и примет их во внимание. Самое главное – обеспечивать безопасность граждан, безопасность свою и окружающих. То есть сами граждане должны относиться ответственно к своему поведению. И расстояние, оно может варьироваться. Иногда, может быть, даже и 300 метров – это уже неразумное расстояние. В этом плане мы надеемся на сознательность наших граждан. Не надо думать, что вот я возьму собаку и пойду и буду делать любые дела, которые мне необходимы, и использовать собаку только для того, чтобы избежать ответственности. Там, где граждане сотрудничают с правоохранительными органами, и там, где граждане ответственно относились к своему поведению, видны хорошие результаты по сдерживанию распространения вирусной инфекции. Спасибо. Могут ли граждане выйти на улицу и сделать пробежку вокруг дома? Накажут ли их за это? К сожалению, выход на пробежку не относится к основаниям для выхода из дома и совершения каких-либо других физических упражнений. Поэтому мы просим граждан все-таки воздержаться от выхода на улицу и заниматься каким-либо видом спорта. Это нужно понимать, и вы подвигаете риск не только себя, но и окружающих. У меня, допустим, есть знакомые, которые занимаются физической активностью, они сейчас приостановили и как бег, так и другие виды спорта на улице. Поэтому просим следовать таким рекомендациям. Здесь я добавлю. Конечно, много сейчас информации в интернете. Например, некоторые европейские страны, как одно из оснований, они разрешили один раз в день выходить на улицу для занятий физическими упражнениями. Но в этом плане мы опираемся на мнение Министерства здравоохранения. Специалисты считают, что все-таки занятия спортом, они также несут в себе повышенные риски не только для тех людей, которые занимаются спортом, но также и для окружающих. Поэтому принято решение не считать занятия спортом как основание для выхода на улицу, для покидания своего жилища. Кроме того, есть много методик для занятий спортом внутри помещений. И, наверное, временно нужно пользоваться этими методиками с пониманием отнестись к этому ограничению. Следующий вопрос. Как гражданин может подтвердить, что ходил в магазин или аптеку, если он ничего там не покупал? Действительно, такие случаи могут быть. В этом случае можно будет при необходимости использовать, подтвердить гражданину, что он выходил в магазин или в аптеку, если ничего не покупал. Это камеры видеонаблюдения. То есть при необходимости, вот когда мы говорили, что если полицейский останавливает, человек возвращался с магазина, у него на руках ничего нету, ни чека, ни какого-либо пакета с продуктами, он может в суде в дальнейшем попросить использовать камеры видеонаблюдения, которые установлены как на улице, так и в магазинах, и подтвердить о том, что он действительно ходил в аптеку или в магазин, но там, к сожалению, не оказал тех продуктов, которые он искал. Это можно будет в дальнейшем в суде подтвердить. Благодарю за ответ. Обязательно ли соблюдать форму справки с места работы, тиражируемой в СМИ, со ссылкой на Кемат города? Некоторым гражданам уже выдали справку по другому образцу, и на работу работник, ответственный за подготовку справки, уже не выйдет в связи с ограничительными мерами. Да, действительно, в СМИ распространена форма справки, но она имеет рекомендательный характер, и там, где она в точности не соответствует рекомендуемой форме, это не значит, что она неправильная или неправомерная. Самое главное, чтобы она была выдана работодателям, чтобы она была выдана в установленном порядке, и чтобы она не была сфальсифицирована. Я хотел бы обратить внимание граждан на то, что предъявления сфальсифицированных документов, они влекут еще большую ответственность. Это уже фальсификация, и она наказывается в уголовно-правовом порядке. Поэтому, если у вас нет на руках справки, не надо ее фальсифицировать, не надо ее получать какими-то незаконными способами, все-таки попытайтесь получить справку от своего работодателя так, как она должна быть получена. Если у вас нет на руках никаких документов, но вам действительно нужно покинуть свое жилище, в том числе для того, чтобы пойти на работу, лучше надеяться и опираться на разумное поведение сотрудников правоохранительных органов. Как я уже говорил, они не ставят целью всех наказать и всех арестовать. Самое главное – это соблюдение режима карантина. Это то, что они пытаются обеспечить. Как быть, если, к примеру, у некоторых граждан предпенсионного возраста заставляют выйти на работу? Есть ли ответственность работодателя за несоблюдение данного требования? Куда может обратиться работник? Действительно, сейчас есть рекомендация о том, чтобы люди старше 55 лет не выходили на улицу без крайней необходимости. Однако у нас есть ряд учреждений, которые работают, и где люди старше 55-летнего возраста могут работать охранниками. Данный вопрос предлагается решать напрямую с работодателем. Но если вас все-таки заставляют выходить на работу, можно будет обратиться в полицию. И решить этот вопрос уже правовым путем. Благодарю за ответ. И последний вопрос. Как быть волонтером, которые доставляют продукты и питание пенсионерам? У них нет справок. Как им продолжить свою деятельность, чтобы не привлекли к ответственности? Прежде всего, хотелось бы поблагодарить волонтеров. В это непростое время они работают, они помогают нашим согражданам, которые нуждаются в помощи. И действительно, если на руках нет справки, нужно прежде всего обратиться в свою волонтерскую организацию. Если ее нет, если волонтером выступает человек по зову души, то мы рекомендуем обратиться в Акимат, в социальные службы, и они помогут решить этот вопрос. И если это последний вопрос, то я хотел бы в целом отметить, что те меры, которые принимаются, как вы знаете, они начали работать с субботы, они уже дают свои результаты. Мы, когда готовились к этому брифингу, запросили информацию в Генеральной прокуратуре. Если за 28 марта к ответственности по статье 476 нарушения карантинных мер по всей стране судами привлечены к ответственности 124 лица, то уже за 29 марта привлечено 33 лица. То есть налицо эффективность этих мер, люди уже меньше нарушают. И если 28 марта под арест было помещено 56 лиц, то уже 29 марта 18 лиц. То есть мы благодарны нашим гражданам за то, что они показывают ответственное отношение к своей безопасности, а также к безопасности окружающих. Спасибо. Уважаемые гости, мы благодарим вас за предоставленную информацию. Уважаемые зрители, на этом мы завершаем онлайн-пресс-конференцию службы центральных коммуникаций с участием Министерства юстиции Республики Казахстан в 19.00 в прямом эфире на телеканале Хабар-24. Министр здравоохранения Республики Казахстан Ельжан Бертанов проинформирует о текущей ситуации по коронавирусной инфекции. Всего доброго. Завершился брифинг с участием Министра юстиции Марата Бекитаева и директора Департамента законодательства Минюста Улжаса Донабекова. Продолжаем выпуск. Надбавку к заработной плате от 212 до 850 тысяч тенге будут получать медики, задействованные в борьбе с COVID-19. Выплата будет фиксирована и выплачивается в течение трех месяцев. Такое решение по поручению главы государства приняла Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения. Медики по степени риска заражения поделены на три группы. Первая с очень высоким уровнем риска. Это врачи и медперсонал инфекционных стационаров. Им выплатят по 850 тысяч тенге в месяц. Во второй группе сумма вознаграждения 425 тысяч в месяц. Такая надбавка положена сотрудникам провизорских стационаров и скорой помощи. Медработники карантинных стационаров, санитарные врачи и водители скорой помощи отнесены к третьей группе риска. Выплата составит 212,5 тысяч тенге. Глава государства Хасанжан Кемеевич Толкаев поручил разработать новый пакет финансовой поддержки медработников, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. В этой связи поручается Министерству здравоохранения совместно с Акиматами установить ежемесячную надбавку 26 228 медицинских работников в задействованных противовидимических мероприятиях. Также Министерству труда необходимо обеспечить страхование здоровья и жизнями от работников. За счет Госфонда социального страхования единовременной социальной выплаты составит на случай заболеваниями от работника 2 миллиона тенге и на случай смерти 10 миллионов тенге. Кроме того, казахстанских врачей обеспечат бесплатной сотовой связью и интернетом. Это касается больше 20 тысяч медработников страны. О мерах поддержки сегодня сообщил министр информации и общественного развития Даурья Набаев. Он также выразил благодарность всем предпринимателям, которые переориентировали свой бизнес и начали производить средства индивидуальной защиты от инфекции. Также министр рассказал, какая работа проводится по эвакуации казахстанцев из-за рубежа. В сложных ситуациях познается забота государства о своих гражданах. По поручению президента с 18 марта из-за рубежа силами государства были возвращены 7702 гражданина Казахстана. Еще 754 будут возвращены. Этот вопрос находится на прямом контроле главы государства. А мы прервемся на пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 26 постов выставили сегодня полицейские внутри Алматы Они сузили проезжую часть улиц и установили ограничительные дорожные знаки Это связано с усилением карантинного режима Полиция будет проверять горожан, находящихся на улице в том числе и тех, кто выгуливает домашних животных Как известно, алматинцам можно выходить из дома только за продуктами и лекарствами Исключение касается лишь тех, кто направляется на работу Но и в этом случае жители должны иметь подтверждение Справку с места работы Передвигаться на личных автомобилях в праздных целях также запрещено Любой транспорт могут проверить стражи порядка Если остановленный полицейскими водитель или пешеход не сможет доказать, что едет на работу то его могут привлечь к административной ответственности Особое внимание будет направлено на несовершеннолетних которые будут находиться на улице без сопровождения взрослых При выявлении таких несовершеннолетних и родителей, и опекуны будут привлекаться к административной ответственности согласно статье 476 Кодекса административного правонарушения Камера и Сергек теперь будут фиксировать нарушителей усиленного режима карантина Об этом заявили в пресс-службе департамента полиции Нурсултана Камера и Сергек установлены таким образом что это позволяет отслеживать и фиксировать всех кто передвигается по мегаполису Сейчас в систему вносятся номера автомобилей и их маршрут по принципу работа дом В случае, если автомобиль будет отклоняться от маршрута система пришлет штраф водителю Посредством камеры Сергек на сегодняшний день уже полицейские ведут работу То есть, они вбивают в базу в свой планшет базу данных и на этого гражданина Если есть на этого гражданина данные и он и маршрут уже вбит то все, этот гражданин разрешается ему ездить по своему маршруту Если нет у этого гражданина данных то он будет автоматически привлекаться к административной ответственности Эта база на сегодняшний день уже работает Сергея уже могут штраф присылать Да, да Пока же столичные полицейские самостоятельно ловят нарушителей карантина Патрульные подходят каждому человеку лично чтобы выяснить причины его пребывания на улице За обстановкой в городе наблюдала наш корреспондент Бакут Колякасова Мы сейчас находимся на левом берегу столицы И как видим сейчас дорога оживленная Достаточное количество автомобилей Патрульные сейчас останавливают водителей И спрашивают, куда они направляются Полицейские дежурят практически на каждом перекрестке Вопросы стандартные Куда едете? Зачем? Есть ли справка с места работы? У одних документы на руках У других электронные версии У третьих и вовсе нет У водителя мы видим, что на данный момент нету справки Но он обещает взять Патрульные отнеслись снисходительно На первый раз водитель отделался лишь предупреждением Второе нарушение может ему обойтись в 26,5 тысяч тенге Либо его арестуют на 15 суток С первого раза предупреждаем У него будет маршрут по указанной справке Работу и домой Если маршрут изменится, тогда уже применяться будет По стройке закона Наша съемочная группа колесила по городу около двух часов В другой части столицы патрульные остановили и нас СМИ у вас, да? Я Люди в масках и медицинских перчатках по улицам ходят быстро Кто в магазин, кто в аптеку, кто на работу На работу у вас есть развлечения? Да, есть развлечения А вы пешком? Да, пешком, но у меня рядом, из-за дома Не боитесь, не страшно? Ну, жить же как-то надо За квартиру платить, питаться Деньги же где-то надо брать Куда вы идете? На работу На работу? А вы пешком? Вам далеко? Пешком хожу А у вас справка? Все есть Пока одни идут на работу пешком, другие добираются на такси Сейчас в столице на линию выходит лишь треть таксопарка Но, несмотря на это, цены обещают удерживать на прежнем уровне А салоны автомобилей в чистоте Их регулярно обрабатывают раствором хлора На улице вы можете, да, человека забирать? Или только по телефону заказы принимаете? Ну, если под возможность же как А вот цены, скажите, у вас какие? Ну, кто как сможет, мы сами не скажем Скажите, вы только что не боялись голосовать? Ну, я далеко живу, просто вариантов не было у меня Возможность погулять по городу все же есть Но только если у вас есть собака И в радиусе не более 500 метров от дома Только вышла, круг-круг А вообще, собакой, получается, по времени столько можно гулять? 30 минут Вы не боитесь? Да нет, домашние животные не переносят Помимо столицы на карантин закрыли такие города, как Атырау, Караганда, Тимиртау, Шахтинск, Сарань и Абай С сегодняшнего дня по 5 апреля людям без лишней надобности на улицу выходить нельзя За исключением покупки продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу Усиление изоляционной меры решено еще в одном регионе страны На карантин закрывают Акмолинскую область Очагом распространения инфекции стал Целеноградский район Количество заболевших здесь увеличилось до 9 человек Ограничительные меры вступают в силу 31 марта с 19.00 С этого времени закрываются торговые центры и объекты оказания услуг За исключением транзитных машин, грузовиков с продовольствием и товарами первой необходимости Вводится запрет на въезд и выезд Глава региона заверил, что все службы уже готовы для введения карантина Жители столицы, лишившиеся работы из-за введения карантина, начали получать выплаты от государства 42,5 тысячи тенге По информации городских властей, на сегодня пособия уже получили порядка 300 человек Еще почти 3000 работников ожидают решения специально созданной комиссии Что же касается масок, представители Акимата уверены, в аптеках они есть Чиновники назвали адреса аптек, где можно купить средства защиты Но нужно отметить, что в таких аптек в столице немного С 23 марта по 29 марта на продажу в аптеку поступило 425 тысяч масок И 300 масок сегодня практически реализуются в аптечных святах Еврофарма в городе Нашултан Все медицинские организации тоже полностью обеспечены всеми лекарственными и медицинскими масками Также в рамках акции Бетсбергемис розданы жителям столицы порядка 30 тысяч масок И эта работа будет продолжаться Итого, если так посчитать, с 23 по 29 марта в город поступило порядка 1,55 миллиона масок До 15 тысяч звонков в сутки поступают в эти дни в столичный центр мониторинга и оперативного реагирования Айкомек Руководство уже увеличило штат сотрудников с 30 операторов до 53 И в ближайшие дни их станет еще больше Так как из-за большой нагрузки происходит потеря звонков То есть тех, кто так и не дождался ответа на линии В основном задают вопросы касательно социальной помощи Очень много таких неожиданных вопросов Например, а что мне будет, если я вот пойду, например, куда-то То есть вот как меня накажут Увезут ли меня там в полицию Ну то есть вот такие вот вопросы Мы стараемся подготавливать стандартные ответы для операторов Чтобы они не выдумывали их Мы вообще у нас, на самом деле, мы проанализировали все вопросы, которые задавались И составили 90 часто задаваемых вопросов и ответов Опубликовали их на сайте также Дали операторам Плюс мы их раздали в колу-центре 112 А в Туркестанской области полицейские задержали восьмиклассника За рассылку фейковой информации о коронавирусе Несовершеннолетний житель села Карнак признался и раскаялся в садейном Он распространял ложные сообщения, что в населенном пункте, где он проживает Якобы есть зараженный опасным вирусом Сейчас мальчик передан родителям, с которыми также провели профилактическую беседу Кстати, родители подростка будут привлечены к административной ответственности Полиция призывает жителей не распространять сведения, не соответствующие действительности и не поддаваться на провокации К новостям в мире Япония договорилась с Международным Олимпийским комитетом о проведении Олимпийских игр в Токио Новая дата – 23 июля 2021 года Паралимпийские игры стартуют 24 августа того же года Напомню, 24 марта стало известно, что Олимпийские игры 2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год из-за пандемии коронавируса С идеей отложить старт игр выступило правительство Японии При этом общие потери от переноса оцениваются на сумму в больше чем в 2 миллиарда долларов В США от COVID-19 может умереть от 100 до 200 тысяч человек Такой прогноз сделали в Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний Ученые института посчитали, что в Америке коронавирусом зарязятся миллионы человек Между тем, президент страны Дональд Трамп заявил, что пик смертности в Штатах ожидается через две недели По его словам, ситуация в стране заболеваемостью может улучшиться только к 1 июня Ранее глава Белого дома объявил, что продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса до 30 апреля Напомню, к этому часу в США больше 140 тысяч зараженных COVID-19 2,5 тысячи человек погибли Подумайте об этой цифре 2 миллиона человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали Смертность 200 тысяч человек будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу Я сделаю все возможное, чтобы спасти жизни и чтобы восстановить нашу экономику А вот Испания обогнала Китай по количеству зараженных COVID-19 За сутки в королевстве коронавирусом заболели почти 6400 человек Погибли 812 пациентов Общее число инфицированных превысило 85 тысяч человек Среди них вице-премьер страны и сотрудники аппарата правительства Также коронавирусом заразились больше 12 тысяч медиков Таким образом, Испания замыкает тройку антилидеров по количеству больных коронавирусом На первом месте США, далее Италия Ранее от коронавируса погибла испанская принцесса Мария Тереза Ей было 86 лет Это первая жертва COVID-19 среди монашек особ Европы Общее число инфицированных по всему миру составляет больше 700 тысяч Число погибших от COVID-19 приближается к 35 тысячам Но есть и те, кто одержал победу над коронавирусом Их в пять раз больше, чем погибших Как со страшной инфекцией справляются люди по всему миру, расскажет Вероника Боярова Китай уже давно не лидер по числу заболевших Поднебесная впереди всех по количеству выздоровевших С COVID-19 здесь справились 93% заразившихся В США и Европе напротив, инфекция набирает обороты Впрочем, есть случаи, которые по-другому как чудом не назовешь На днях болезнь победила 95-летняя жительница Швейцарии Гертруд Фетон вернулась домой после недели в реанимации Боялась ли я? Нет, я не боялась умереть Знаете ли, в моем возрасте люди как раз и уходят из жизни Мне 95, но я даже не думала, что сейчас умру Женщина находилась в изолированной палате Три раза в день ей внутривенно вводили антибиотики В списке лекарств и антималярийные препараты Сейчас Гертруд дома, но передвижение и контакты она старается ограничить С родными общается по видеосвязи За женщиной ухаживает дочь Зная, что у мамы хронический бронхит, я сказала себе Если она победит болезнь, то это будет что-то невероятное Признаться честно, я думала о худшем Особенно тогда, когда врачи сказали мне, что кислород в ее крови падает И у них есть 24 часа, чтобы остановить этот процесс Я очень-очень боялась и думала, что же я буду делать? Сегодня я потеряю свою маму В Швейцарии на сегодняшний день выздоровел только 1% заразившихся А в Великобритании показатель еще скромнее Но уже набралось 135 человек Среди них и Дэрил Дабладес Молодой человек не сразу распознал инфекцию, но вовремя обратился к врачам Теперь 29-летний британец предостерегает молодежь Не смотрите на цифры Все говорят, что по статистике 80% людей выздоравливают Но несмотря на это, люди продолжают умирать Мы действительно хотим распространять болезнь дальше? Мы должны объединиться и победить коронавирус Приспособиться к новым условиям и изолироваться А я все еще вижу толпы молодых людей, слоняющихся по улицам без дела Наверное, они думают, что бессмертные В общей сложности победить COVID-19 удалось 150 тысячам человек в мире Это только пятая часть всех случаев Лекарства или вакцины против коронавируса пока нет В приоритете обильное питье и жаропонижающее В критических ситуациях пациентов подключают к аппарату искусственной вентиляции легких Вероника Боярова, Булат Абдулин, Хабар, 24 А я напомню, Казахстан приостановил 72-часовой безвизовый режим для всех иностранных граждан Мера принята для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Предварительно запрет ввели до 1 июля Въезд остается открытым для делегаций международных организаций и дипломатов, прибывающих по приглашению отечественного МИДа Напомню, право на трехдневные пребывания граждан Индии и Китая, следовавших транзитом через отечественные аэропорты, ограничили еще в начале этого года Мясо птицы, а также яичная продукция могут подорожать в Казахстане В ближайшие месяцы цены вырастут примерно на четверть Неутешительный прогноз озвучили сегодня в профильной ассоциации Из-за падения курса национальной валюты, крестьянские хозяйства подняли ценники на основную сырьевую продукцию Если две недели назад тонна пшеницы стоила 70 тысяч, то сейчас ее покупают за 85 тысяч тенге Таким образом себестоимость куриного товара увеличится Резкий скачок цен также может произойти в том случае, если государство перестанет выплачивать субсидии предприятиям яичного направления, говорят в ассоциации Кроме этого, подражали премиксы, витамины, вакцины, племенное поголовье, то, что запчасти, то, что мы покупаем из-за рубежа для производства Цены на это тоже выросли, соответственно, производители окажутся в той ситуации, когда будут вынуждены поднимать цены Чтобы компенсировать убытки и потери, которые есть из-за падения курса национальной валюты В селе Жалпахтал на западе страны выпускники школы самостоятельно реконструируют подвесной мост Такой подарок родному селу они решили сделать в канун 30-летия окончания школы Мост, к слову, не ремонтировался почти 50 лет Первым делом на нем заменили гнилые доски и железные балки В дальнейшем планируется провести освещение На строительство будет затрачено 6 миллионов тенге По программе Рухани Жангру в селе реализовано 13 проектов на 73 миллиона тенге И в завершение выпуска об известном казахстанском художнике Ерлане Кужабаеве Он большую часть своей жизни посвятил изучению орнаментов По его мнению, у каждой пиктограммы есть особое значение и глубокий смысл Многие казахстанские узоры, основанные на тенгрианской культуре И неправильное использование их в одежде может принести человеку негативные эмоции В особенностях разбиралась Анастасия Валикжанина Вот уже около 40 лет Ерлан Кужабаев изучает пиктограммы Казахстанский художник говорит, что орнаментальных модулей не так много И они есть у всех народов мира К примеру, если рассмотреть спираль, она считается пиктограммой эволюции То есть все то, что растет, будь то цветы, волосы, ногти, все закручивается Это закон природы, который равнозначно трактует все народы мира Если мы в этой схеме, если мы посмотрим, то видим, вот он, спираль, вращающаяся по часовой стрелке Все, что движется по движению солнца, часы, все, это этот мир Все, что движется против движения солнца, это потусторонний мир Это мир мертвых Как правило, в орнаментах заложено несколько смысловых и философских посланий Это не просто красивые узоры Везде также присутствует дуализм, то есть двойственность К примеру, есть черное и белое, свет и тьма В зависимости от того, на что акцентирует свое внимание человек, то он и притягивает В казахском орнаменте и фон, и форма, и контурформа, они равнозначны Или же очень друг на друга похожи Они рождают друг друга Часто бывает в казахском орнаменте форма отличается только цветом Древние кочевники воспринимали мир через солнце Оно дает энергию, жизнь, свет Именно поэтому шанарак казахской юрти выполнен в виде круга, то есть солнца Это символ тенгры Сферическая форма юрты олицетворяет землю, небо Кстати, юрту всегда ставили под определенным углом, дверью на восток Таким образом, утренние лучи солнца проникали в дом и освещали все вокруг Они попадали на остов юрты, и по ним можно было определить, который час В принципе, шанарак носило и функциональное, как компас И в то же время это имело такой сакральный смысл, значение И считалось большим символом и святым шанарак Она передавалась из поколения в поколение И все могло меняться, но шанарак старались сохранить Потому что это святое Хоть эпиктограмм не так много, все они несут определенный смысл И важно уметь их правильно использовать К примеру, не наносить орнамент с негативным значением на одежду Анастасия Валикжанина, Нурдаулет Джексыбаев, Алматы, Хабар-24 Выпуск завершен, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова